Разноцветный мир, разноцветный дождь, разноцветных снов, только в детстве ждёшь, избываются детские мечты, разноцветный мир, я и ты. Обзор книг Софьи Абрамовны Могилевской. К 120-летию со дня рождения советской писательницы. Могилевская родилась в Москве, в семье известного виолончелиста и музыкального педагога Абрама Ильича Могилевского. Софья Абрамовна получила отличное музыкальное образование, по желанию родителей готовилась быть пианисткой, но увлеклась литературой и целиком отдала себя литературному творчеству. В середине 30-х годов, работая корреспондентом газеты за коллективизацию, она начала писать повести и рассказы для детей. В 1935 году вышла её первая книга о подвиге челюскинцев «Лагерь на льдене. Повесть о походе парохода Челюскин по Северному морскому пути» в 1933 году. После знакомства с командиром Чапаевской дивизии Иваном Кутиковым, принявшим командование после гибели Василия Чапаева, и под влиянием его рассказов Софья Абрамовна пишет повесть «Чапаенок», а затем и другие произведения для детей о гражданской войне. Софья Могилевская увлекалась историей русского театра, и этой теме она посвятила целую трилогию. Повести о кружевнице Насти и великом русском актёре Фёдоре Волкове «Крепостные королевны», театр на Арбатской площади, рассказывают о зарождении и становлении русского театра на протяжении XVIII, XIX и начала XX веков. Некоторые книги писательница посвятила юным музыкантам и детскому спорту. «Над рекой утратой» «У лиры семь струн» «Восемь голубых дорожек» Есть в наследии Могилевской и книги для девочек по домоводству о том, как готовить, стирать вещи, убираться, разводить комнатные растения. «Маленькая хозяюшка», девочки, эта книга для вас. Книги Софьи Могилевской для детей и про детей. Это книги для тех, кто только начинает читать сам. Небольшие рассказы и сказки про мальчишек и девчонок. Сказка про Машеньку и горошек, про Машеньку и зубную щетку, когда Машенька была маленькая. И две повести о мальчике Саше и его папе. Перед Великой Отечественной войной в 1941 году была издана повесть, которая принесла всесоюзную известность писательнице. «Марка страны Гонделупы». Это история становления дружбы мальчишек, живущих в рабочем поселке. О радостях и огорчениях первоклассников, об их озорных проделках, поступках и принятии верных и неправильных решений. «Марка страны Гонделупы» была переведена на множество языков, а также экранизирована в 1977 году. Хочешь, я расскажу тебе семь сказок? А какие они будут? Одна желтая, другая зеленая, потом голубая, потом красная, еще синяя и лиловая, а самая последняя – оранжевая. А про кого они будут? Про одну девочку, у которой было много разноцветных передников, и мамин лиловый зонтик. Так начинаются семь разноцветных сказок. Маленькая девочка путешествует из сказки в сказку, а чтобы переместиться, ей надо всего лишь одеть передничек нужного цвета. В желтой сказке ее встречает, конечно же, солнышко. И самые первые весенние цветы – мать и мачеха. У них одна сторона теплая, а другая холодная и блестящая, как у мачехи из злых сказок. В зеленой сказке все зеленое-призеленое – и трава, и лягушки. В красной летней сказке вырос красивый красный мухомор и сладкая красная земляника. Когда все кругом голубое – и небо, и речка, и девочка в голубом передничке, то можно и полетать на голубой стрекозе. Быстро-быстро. Главное – не заблудиться. Но всего труднее пришлось девочке, когда и захотелось попасть в синюю сказку. Для этого нужно побывать у синего моря. А ведь синее море – очень далеко. Добраться к нему не так-то просто. Тогда девочка сделала себе из синей бумаги синюю лодку, взяла в каждую руку по синему веслу и отправилась в путь. Но как вернуться домой? В лиловой сказке из-за леса приползет лиловая туча и пойдет дождик. Хорошо, что девочка взяла мамин лиловый зонтик. Надо выяснить, куда во время дождя прячутся мошки, букашки и разные другие мелкие насекомые. В оранжевой сказке наступает осень. Деревья в лесу горят оранжевым огнем, как будто в лесу разожгли огромный костер. Почему интересных клён роняет свои красивые золотые листья? Так у него ни одного не останется. Разноцветный мир, разноцветный дождь, разноцветных снов только в детстве ждешь и сбываются детские мечты. Разноцветный мир, я и ты. Она набрала их целую охапку, целую охапку оранжевых кленовых листьев, принесла домой, разгладила каждый лист и все их поставила на подоконник. Когда пришла зима, всюду лежал белый снег, а на окошке у девочки, казалось, сияет оранжевое летнее солнце. «Всё? Всё!» Обещала тебе семь разноцветных сказок и рассказала семь. Жёлтую, зелёную, потом голубую, потом красную, ещё синюю, лиловую и самую последнюю, оранжевую. Разноцветный мир, разноцветный дождь, разноцветных снов, только в детстве ждёшь, избываются детские мечты. Разноцветный мир, я и ты. Субтитры создавал DimaTorzok